Доброе утро, мальчики и девочки! Начинается наша рубрика о здоровье. Здравствуйте! О! А что, мы сегодня будем стакан изучать? Нет, Мишутка, сегодня мы будем не стакан изучать. Сегодня будем изучать, как оказывать первую помощь. Первую помощь при наводнении? Поэтому здесь вода? Нет, у тебя очень богатая фантазия, но мы сегодня будем изучать, как оказывать первую помощь тому, кто икает. Икает? А чего ее изучать? Я все уже знаю. Ага, все знаешь? Да. Тогда сейчас Мишутка нам продемонстрирует, как оказывать первую помощь тому, кто икает. Вот представим, что я икаю. Ик, 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 ик. О! Напугал? Если кто-то икает, его нужно напугать. И главное, неожиданно. Ик, ик. Что, не помогло? Видишь? Не прошло, Мишутка. Потому что, если кто-то икает, его нельзя пугать. Он тогда начнет еще и заикаться. Есть совсем другие способы. Давай начнем сначала. Как ты думаешь, почему вообще возникает икота? Ну, потому что язык во рту прыгает, а и говорит ик, 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 ик. Вот. Ну, правильно, прыгает, только не язык, а диафрагма. Какая еще фрагма? Смотри, у нас есть в организме плоская мышца, такая как крышка кастрюли. Она вот здесь расположена между животом и легкими. Вот именно она и начинает прыгать, и тогда мы икаем. А зачем она прыгать начинает? Из-за вредности? Нет, потому что ее придавили. Кто придавил? Вот, например, когда мы начинаем быстро и жадно есть большими кусками или много воды выпиваем, вот желудок вот так вот растягивается, вот он здесь как раз расположен, вот здесь, и придавливает диафрагму. Она пытается вырваться, прыгает, и мы икаем. Угу. Икота, икота, перейди на Федота, Федота на якого, а с якого на всякого. Это я такую поговорку слышал, чтобы перестать икать. Угу. А кто такой Федот? Федот? Ну, не знаю, наверное, плохой человек. Пусть он икает, раз плохой. Никому нельзя желать икоту. От нее можно избавиться гораздо проще, чем отсылать к несчастному Федоту. Например. Угу. Давай представим, что ты теперь икаешь. Ну, ну сейчас представим. Я начал икать. Угу. Отлично. А теперь вдохни и задержи дыхание. Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять... Все, я не могу больше. Зато икота обязательно пройдет. Есть еще способ. Его применяют в Америке. Дышать в пакет. Вот смотри. Брешь обычный пакет и слекаешь, конечно. И вот так вот в него дышишь. И что? И икота проходит. Да? Да. А вода зачем? Вы же ее не просто так принесли. Наверное, в ней растворен лечебный порошок от икоты. Да? Нет, Мишутка. Вода самая обычная. Но ее нужно пить необычным способом, чтобы избавиться от икоты. Как это? Смотри. Берем стакан с водой. Угу. Закладываем руки за спину. Наклоняемся. И пьем воду без рук. О, прямо цирк какой-то. Это мне нравится. Внимание, внимание. Нареним фокус-фокус с водой и без рук. Исполняет доктор Билюлькина. Тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара. Зато отлично помогает. По очень простой причине. Когда мы принимаем вот такую необычную позу, то все мышцы растягиваются, в том числе и диафрагма расслабляется, перестает прыгать. И мы прекращаем икать. Ой. Так. Все. Я пошел тренироваться. Вдруг пригодится. Самое главное, Мишутка, запомни, что мы начинаем икать, когда мы слишком быстро, жадно едим большими кусками. Я понял. Буду стараться есть спокойнее. И вы, ребята, не торопитесь. Вот на этом у нас сегодня все. До встречи. Всем пока. И не болейте.